обучающее видео чс-инфо чс-один чс-два правильность и вау нас это все вообще не интересует очень полезная вещь ничего сложного это не то чтобы слишком важная инфа потому что мапперы преимущественно дураки ой пожалею я что сказал мапперы дураки ладно но я сам маппер я тоже дурак всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обучающее видео по дефрагу в котором мы разберем с вами чс-инфо что это такое как его применять где искать и все такое давайте приступим значит изначально без инфо находится в дефраг сетап чс чс-1 чс-2 здесь все настройки есть как бы если в консоли не очень удобно можно это все делать здесь и дополнительно можно здесь открывать консоли что-то менять здесь что-то менять там на ваше усмотрение но я буду использовать консоль потому что мы люди так сайт старой закалки значит пишем дф чс-1 нажимаем tab и нам выводятся все команды которые нам доступны давайте пробежимся сразу по самым основным самые основные которые нас интересуют это дисплей тайп для чс-2 дро обязательно если выключен надо включать фонд color это соответственно цвет шрифта он shadow я вам сейчас покажу у кого как это видимо зависит от шрифта у кого как у меня этот шедо у нас слишком далеко от цифр от параметров и поэтому оно зачастую просто мешается поэтому я выключаю тут кому как удобно фонтранс фон сайз значит соответственно размер шрифта он трансперсии это прозрачность то есть если вдруг чего можно даже сделать прозрачность очень круто очень удобно инфо от 1 до 8 мы пока оставим label color и label type значит label это отображение названия параметра то есть если мы чс-1 пишем label type а правильно сказал да если мы делаем label tab 1 то мы видим что у нас теперь у каждого параметра есть пояснение где пич я успеет там оба и так далее так далее поэтому нас в принципе для чс-2 для чс-1 это не интересует нас это интересует для чс-2 далее еще раз ну а в сотых софт и грек тут я думаю все понятно можно перемещать в разные стороны как вам удобно далее смотрим значит что означает номера номера означают то что вы можете во-первых восемь параметров вывести себе вокруг прицела в случае чс-1 и те же восемь параметров можно ну разные вывести чс-2 которые сбоку вот здесь вот номер чс отвечает за положение возле прицела то есть инфо 1 это самая верхняя инфо 1 40 это у меня градусы инфо 2 56 это ловы инфо 5 это скорость она под прицелом и все по идее возле прицела больше особо ничего и не надо тут потом после видео сами посетите разберетесь далее чс-2 чс-2 собственно все то же самое единственное что label type 1 потому что здесь проще на мой взгляд когда показано что что как бы что за что отвечает потому что наверно если вы мельком взглядом тыркаетесь в этот угол экрана то возможно с первого взгляда не всегда понятно что куда смотреть потому что будет получаться куча из цифр которые постоянно меняются далее ну и label color это изменяет цвет собственно параметра то есть если мы изменим изменим если мы изменим label color там зеленый то у нас будет подсвечено зеленым тоже очень удобно такой сепаратор получается цветной но я ставлю себе по дефолту белым теперь где взять эти инфо что они откуда и кого пишем инфо нажимаем tab нажимаем enter и уау 324 параметра у нас есть нас из них интересует максимум там не за 15 или 10 если если сжать control и колесико крутить можно крутить консоль быстрее держу в курсе значит отметим самые важные которые могут вас заинтересовать и которые вы можете выставить себе куда угодно а ну еще не ссылал чс 2 обязательно ну не чс 2 можно вывести в в любой угол экрана сделать побольше там можно в правый угол можно в там левый верхний правый верхний так далее то есть настройки у всех разное и скорее всего это видео во первых для того чтобы вы сами могли себе настроить это все дело а во вторых чтобы вы как-то немного отошли от использования чужих конфигов и могли себе сами настроить и выставить себе сами с нуля и посмотреть как это вообще настраивается как-то выглядит по-новому по свежему можете себе прям красиво сделать в общем то смотрим первое это скорость обязательно ставим под прицел или там ну возле прицела в общем-то рекомендую скорость которая слева в рамочке отображается выключается здесь спидметр и лам офф либо дф дроу спид ноль далее хэлс армор ама у нас это все вообще не интересует дистанция x и y вообще не интересует дистанция z очень полезная вещь объясняю в общем-то дистанция z как вы можете видеть у меня дистанция z вот здесь минус 5 да и например я хочу стабильно ловить опс какой-то рампы вот например агэ представим что там пропасть ну потом про оба еще отдельно подробно поговорим говорим про параметры сейчас в общем то я вижу что дистанция z минус 8.81 все я запомнил и в следующий раз когда я там ресетнулся или там через год я поиграл я ну точнее через год я прямо не вспомню конечно но условно да выставляем там пытаемся можно стрейфом там по ровнее выровнять и в общем то таким образом снова этот топ находим ничего страшного ничего сложного так далее дистанции все эти луки нас не интересуют скорость по x у по y и по z тоже но это прикольно знать что такое есть и что это можно вывести особенно скорость по z мото w в некоторых случаях пригодится это все нас не интересует тут отдельно градусы можно вывести отдельно левый отдельно правый точнее вертикальный горизонтальный комбинированные градусы 40 можно выставить далее здесь нас тоже в этой группе ничего особо не интересует здесь у нас идут оба разделены на группы то есть основные jgb но мы про них опять же поговорим подробнее потом я рекомендую выставлять самый длинный параметр это 56 который показывает вообще все оба ну прямо не все не все но скажем так подавляющее большинство квадовые вот эти q это квад они вообще почти никогда не пригождаются но если вдруг когда-то они появятся на картах то вы обязательно об этом узнаете не стоит это на это забивать тут значит какие-то вывод параметров для призрака для госта и вот интересный параметр есть госпит если вы его поставите то вы будете видеть давайте я сделаю с 2 что у меня седьмой наверное шестой свободен 90 и вот если мы мы смотрим такой у нас призрак прыгает это особенно полезно если вы давно карту не играли но у вас осталась демка вы ничего не помните какие скорости где нужны вы можете таким способом отслеживать вашу скорость которую у вас и скорость госта таким образом вы как бы знаете насколько вы ближе дальше сколько по скорости конкретно отстаёте то есть эта информация достаточно полезно далее рилтаймы разного рода рилдейты это нас тоже особо не интересует я это все в основном выставляю только на для стрима то есть это у меня существует только для стриме для стрима также сервер там map name map name серверка комбо есть это тоже все ну на ваше усмотрение это не то чтобы слишком важная инфа далее jump speed jump axel самые такие интересные jump axel показывает ну jump speed понятно показывает скорость ваших прыжков jump axel показывает насколько был прирост скорости между прыжками сэйф позы нас тоже не интересует сервер тайм и бла-бла-бла это тоже нас ничего не интересует далее интересные джамп хай тоже бывает полезно показывает высоту вашего прыжка и показывает высоту не только прыжка но и рокет джампов там поднятие к ну клим на плазме то есть если вы там куда-то климбитесь вам и вы знаете что например на высоте там 400 вам нужно перестать климбить чтобы хорошо залететь и вы просто смотрите и собственно на 400 перестаете плазмить такие вот лайфхаки далее значит самый высокий джамп самый длинный джамп нам это особо не нужно map name нам нас не интересует но дальше особо нас вообще ничего не интересует потому что дальше такие достаточно непонятные параметры непонятно где их как применять но они есть можно даже вывести настройки какие-то если вы постоянно путаетесь как у вас там помо в gsing стоит чтобы постоянно не выводить можете их вывести в час 2 куда-нибудь все пусть там снизу висят будете всегда знать какие у вас такие эти параметры в общем то вот теперь по выставлению давайте выставление значит dfcs1 info1 это самое верхнее положение info5 это самое нижнее положение 3 и 4 и 3 да вообще даже не ровно поделено здесь значит промежуточные значения они примерно по часам если представить там каждые полтора часа они выставляются здесь угол чуть чуть дальше 2 это будет какой-то там 3 4 5 там 6 7 8 вот так вот получается с одной стороны можно три параметра за другой 4 интересно да я прав да я прав запутался вот в общем то и все то есть это надеюсь что все понятно надеюсь что ничего не пропустил да и в час 2 то же самое только здесь 1 это самое верхнее 8 это самое нижнее получать здесь не просто строчку соответственно вот они у меня в угол поставлен минус 395 можете куда угодно себе засунуть сверху снизу справа слева я не за по центру снизу как угодно но по центру снизу я бы не рекомендовал особенно если у вас стоит какой-нибудь jump speed у вас просто будет упираться в угол экрана и вы не будете видеть все ваши скорости вот такие дела соответственно все ждите ролик про обы надеюсь скоро выйдет всем удачи всем спасибо всем пока